Врачи Министерства внутренних дел с этого года проходят аттестацию, а значит к ним вернутся погоны. 12 лет назад их переквалифицировали в гражданских служащих. Спустя 12 лет решение отменили и теперь проверке профессиональных и личных качеств подлежит 40 специалистов по стране. Ровно столько вакансий выделили для этого блока. Здравствуйте, это «Закон и порядок». Меня зовут Санья Кубжасарова. Медицинский блок в органах внутренних дел – важное звено. Боеспособность личного состава врачи поддерживают и во время служебно-боевых задач. Всего в системе МВД 13 госпиталей и поликлиник в Астане, Алматы, Шемкенции и в областях. Медицинские услуги там получают больше 120 тысяч сотрудников и членов их семей. Медицинское обеспечение в системе органов внутренних дел является одним из основных и обязательных элементов поддержания боеспособности личного состава и его постоянной готовности к выполнению служебно-боевых задач. Также это важнейший фактор социальной защищенности и неотъемлемая часть единой системы государственного здравоохранения. Мы заботимся о наших коллегах и после выхода на заслуженный отдых они обслуживаются за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. Центральное учреждение в системе медорганизации МВД – столичный госпиталь. Здесь оказывают все виды услуг, вплоть до сложнейших операций, причем по любому профилю. За медучреждение прикреплены почти 9,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Стационарное лечение специалисты ведут в шести отделениях. Это хирургия, урология, травматология, кардиология, неврология и терапия. Работают здесь врачи высшей категории с ученой степенью, кандидаты и доктора наук. Проводится весь объем хирургического вмешательства, полостная операция, которая проводится эндоскопическим путем. То есть уже открытыми методами хирургии мы уже здесь практически не оперируем, только в исключительных случаях. Это раз. Реконструктивная операция проводится по поводу хирургии мочеводящих путей на желудочно-кишечном тракте. Реконструктивная операция по сохранению опорно-двигательного аппарата, замена суставов, это является сложными операциями. В неделю здесь проводят до 10 операций. 70% пациентов – это ветераны правоохранительных органов. Оставшиеся 30 – действующие сотрудники. В среду я обратился, в Чедверг меня положили, госпитализировали. Вообще на высшем уровне прошла операция. Для меня, как говорится, спасибо Анастасе Озиулугу. В системе МВД трудится около 750 медицинских работников. В преддверии профессионального праздника ряд сотрудников получат высокие награды. Среди них знаки 30 лет казахстанской полиции, отличник органов внутренних дел, отличник здравоохранения и за вклад в развитие здравоохранения. В общей сложности 22 человека. Это был закон и порядок. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...